Так, уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить организаторов за приглашение в Киев. Для меня это всегда большая радость и дезинтим, который сделан мою повестку возможной. Вы слышали два поклада, в одном из которых была обрисована картина состояния сердечно-сосудистой заболевания в Украине. Примерно то же самое происходит в России. Во втором из них больше говорилось о перспективах, о изучении атеросклероза, понимании атеросклероза, о том, что можно будет делать в будущем. Но было отмечено, что все-таки сейчас это применение статина. И я здесь, пожалуй, повторю то, что вы, в общем-то, должны хорошо знать. Но почему лишний раз это надо наносить для людей? Дело в том, что одной из основных задач в борьбе вот с той ситуацией, которую вам вначале описали, это внедрение того, что хорошо известно. Ну и то, что речь идет, поймет о вторичной профилактике, это исходит из тела симпозиума, так как это по тем, у кого уже есть какие-то проявления атеросклероза, это популяция наиболее высокого иска. Я напомню вам, что статины блокируют ключевой фермент в цепи синтеза холестерина в клетке. В недостатках холестерина синтезируется повышенное количество рецепторов к лепротеинам низкой плотности и захватывается большее количество холестерина из кровотока. Таким образом происходит уменьшение содержания холестерина или протеинов в низкой плотности в крови. Здесь перечислены хорошо известные вам основные статины. Здесь нет, к сожалению, незаслуженно забываемого нами нового статина. Но на этой картинке, полученной уже довольно давно, показано, что статины по снижению холестерина или протеинов в низкой плотности в процентах от исходного обладают неодинаковой эффективностью, что литкарство может попасть сюда, а даже если оно не так распространено, как литкарство, совсем недорогое. Тем не менее, важно, что на первом месте далеко опережают другие средства в 2009 году, пока нет еще данных за следующий год, занимает аторфостатин, и сравнительно недалеко от него тоже статин. Это розовый статин. Передвиньте, пожалуйста, что-то у меня. А как же протекает атеросклероз, прощенный, говорят? От нормального сосуда к сужению просвета проходит или значительное время, большое количество, или очень быстро это происходит. Тем не менее, есть стадии, на которой бляшка образуется, бывает достаточно большой, но она не суживает просвет, а растягивает окружающие ткани. Поэтому, несмотря на то, что объем атеромы довольно большим, может быть, просвет может сохраняться. За такой атеромой довольно сложно следить. И используется для этого, пожалуйста, переведите что-то у меня, или выньте другой. Метод, уже упоминавшийся здесь, внутри, сосудистый ультразвук. Вот это изображение сосуда с атеросклеротической бляшкой, катетер датчик внутри, просвет сосуда, вот эта мембрана эластическая наружная, все, что внутри, это большая бляшка. Здесь схематически это все каким-то образом объединено, выделено, хорошо видно. И вот то, что возможно рассчитать площадь просвета, возможно хорошо рассчитать площадь, которая находится внутри наружной эластической мембраны, можно посчитать площадь атеромы. Этот метод используется для многих целей. Я буду об этом еще сегодня говорить, но он дал еще важнейший материал для понимания того, что грани какой-то между вторичной и первичной профилактики не существует, ее найти очень трудно. Вот этот ультравнутрисосудистый ультразвук был применен на сосудах доноров при пересадке сердца, то есть в сосудах заведомо здоровых сердец, полученных у людей, погибших от каких-то травм. И вы видите, вот я, оранжевое, это сердца с атеромой, уже с явным атеросклерозом в коронарных артериях. Ну то, что почти в огромном числе людей, если они старше 50 лет, такие изменения и есть, то то, что они есть и у людей моложе 20 лет, это все-таки довольно серьезный знак и мало, как бы сказать, ожидаемый многими людьми. Уже в возрасте 20-29 лет, вы видите, у большой доли людей есть атеросклерозические изменения, это совершенно здоровые внешние люди, погибшие от травм каких-то. Довольно давно в испытании пьетей у таких же людей, погибших от каких-то насильственной смерти, куда входят и самоубийства, изучали интиму аморты. И выявляли так же жировые пятна просто и уже имеющиеся явные атеросклеротические изменения, выступающиеся поражения, выступающие поражения. Вы видите внизу возраст, и то, что уже в совсем малом возрасте у подростков практически есть какие-то изменения, это удивительно, но важнее то, что в молодом возрасте, в 30-34 года у мужчин и у женщин то же самое, имеется большое количество изменений, несмотря на то, что это жертва несчастных случаев внешне здоровые. У этих людей посмертно определяли уровни факторов риска, в частности, Катерин в крови, который позволял судить о том, курили или нет, определяли липиды. И вот я в разных ситуациях разные здесь выделяю каким-то цветом. Но сегодня я вот хотел подчеркнуть, что у многих этих людей есть нормальные уровни липидов практически, но все-таки чаще с факторами риска, чаще у людей с факторами риска и обнаруживаются какие-то изменения. Вот здесь чаще у курящих, чаще у тех, у кого повышен холестерин, не липиды на высокой плотности, это апобисодержащие частицы атерогенные. И таким образом, все-таки у тех, у кого больше факторов риска, у них чаще бывают изменения. И здесь к обеим сторонам проблем надо внимание привлечь. И к тому, что чаще все это бывает у тех, у кого есть факторы риска. В частности, я показываю курение и изменение уровня липидов. Но в то же время у огромного числа людей при нормальных показателях, не курящих, такие изменения тоже есть. Так как у людей с множественными факторами риска, велика вероятность того, что есть изменения в сосудах, то довольно давно сейчас, теперь уже 10 лет тому назад, было принято решение выделить состояние с множественными факторами риска, у которого по алгоритму френденкемского можно посчитать риск осложнений коронарной болезни сердца, и если он больше 20%, то приравнять его каким-то образом к коронарной болезни сердца, каким образом? При самой коронарной болезни сердца риск осложнений, инфаркта, миокарда, смерти где-то 20% и больше за 10 лет. Так без какой-либо коронарной болезни у людей с множественными факторами риска может быть такой же прогноз совершен, такая же частота осложнений за 10 лет, и соответственно по оценке риска, по прогнозам, по возможности развития основных событий, таких как инфаркт, миокарда, коронарная смерть и риск, я одинаков, то же самое при диабете, и вот концепция эквивалента в коронарной болезни сердца, это серьезное, новое, то, что расширило объекты какие-то для вмешательства, и вот это расширение объектов для вмешательства позволяет нам надеяться на то, что уменьшится и в целом число людей, страдающих от осложнений коронарной болезни сердца. Но что же производят, прежде всего, с сосудом о применении статинов? То, что они снижают липиды, это хорошо, естественно, но оказывается, что это снижение сопровождается и какими-то изменениями атеросклеротического процесса. Испытания реверсел, которые сегодня уже упоминалось, включались больные с коронарной болезнью сердца и с повышенным, но не очень, так уж, с чрезвычайно повышенным уровнем холестеринов или протеинов низкой плотности и у этих людей использовался внутрисосудистый ультразвук. Поиспользовался атеросклеротический у этих больных и вы видите желтый результат применения атеросклеротического атеросклеротического сопровождалось снижением холестерина или протеинов низкой плотности более чем на 45%. Но и в группе сравнений, в которой использовался менее активный статин, там тоже произошло снижение, но существенно меньшее. К чему это привело в конце концов? Это изменение общего объема атерома. Вы видите голубое характеризующее действие право статина или по другому группу с меньшими изменениями уровня холестерина или протеинов низкой плотности столбик направлен вверх, объем атерома увеличивается, происходит прогрессирование процесса это изменение высоко достоверно. Незначительное направленное вниз изменение представленное вот этим желтым отрицательным столбиком недостоверно, но тем не менее оно смотрит в отрицательную сторону и ясно, что здесь нет признаков прогрессирования. Таким образом увеличение почти в два раза снижения уровня липидов сопровождалось тем, что остановилось прогрессирование атеросклеротического процесса. Если взять всех людей, которые участвовали в этом испытании и провести сопоставление между снижением уровня холестерина или протеинов низкой плотности и динамикой объема атерома, то видно, что ее уменьшение начинается тогда, когда уровень холестерина или протеинов низкой плотности падает где-то на 50%. Ну, я думаю, вы прочитали эту фразу, что именно такое снижение необходимо для того, чтобы уменьшить прогрессирование атеросклероза. Но изменения в сосуде могут происходить. Не это интересует врачей, когда они лечат больных. Не это прежде всего больных интересует. Их интересует, как скажется, лечение на дальнейшем течении заболевания. Будут ли осложнения. Это можно выяснить только в крупных испытаниях с клиническими конечными точками. И вы уже некоторое время, как я смотрю, все-таки многие глядят на то, что происходит на этом большом экране. И, наверное, разглядели лучше, чем я цифры здесь. Видите, что насколько велико число людей, которые были вовлечены в испытание статинов, широк диапазон состояний, при которых они испытывались. Ну, вот то, что касается сегодняшней лекции, вторичной профилактики. Вы видите, что аторбостатин на большем числе людей испытывался. И, кроме того, у больных сатар с диабетом выполнено было серьезное испытание большое. И, таким образом, аторбостатин в настоящее время, во всяком случае, в отношении вторичной профилактики наиболее изученное лекарство. Именно с аторбостатином были предприняты попытки, одну из них вы уже видели, когда сравнивался он с ухемнение активным препаратом, оценить влияние на клиническое течение, а не только на течение атероскарматического процесса, различных степеней снижения холестерина или протеинов низкой плотности. В испытании ТНТ аторбостатином в дозе 10 миллиграмм из 80 миллиграмм применялся естественно 80 долл. Больший эффект и вы видите, что во всей этой линии, на которой отложены результаты, которые получены в результате суммирования многих испытаний с клиническими конечными точками статинов, что при очень низких уровнях холестерина или протеинов низкой плотности наблюдаются существенные уменьшения меньше всего частота событий и с другой стороны по мере уменьшения уровня липидов явно снижается частота событий. Наибольший эффект был у людей с наибольшим исходным уровнем холестерина с коронарной болезнью сердца. Это наиболее благодарная такая популяция больных. И вот в 94-м году была своеобразная революция, когда испытания 4С доложили. При использовании правостатина, использовании аторвостатина при сравнении его с другими лекарствами удалось на протяжении длительного времени, вы видите здесь 16 месяцев и больше, удалось поддерживать уровень холестерина или протеинов низкой плотности на очень низком уровне. Вы видите здесь 1,6 миллимолей на литр. В то время как на правостатине в группе определенной все это люди, перенесшие острый коронарный синдром, вы видите 2,46. Я не сомневаюсь, большинство из вас помнит, что 2,6 это вроде наиболее слабый такой первой ступени, но целевой уровень у больных с коронарной болезнью сердца. И вот что же дает такое различие 2,4 2,5 и 1,6 на протяжении довольно длительного времени. Оказалось, что это сопровождается выраженным клиническим эффектом и где-то на четверть уменьшается число событий, которые перечислены здесь больше. И вот на основании испытаний атормостатина было как раз и предложено уменьшить целевой уровень, снизить его тот, который был для больных с коронарной болезнью эквивалентами где-то 2,6 миллимолей на литр до 1,8 миллимолей на литр. И сформулировать в рекомендациях по авторичной профилактике коронарной болезни сердца, что даже у людей, у которых исходные холестерин и протеинов низкой плотности у людей с коронарной болезнью сердца меньше 2,6 миллимолей на литр, то их все равно надо лечить для того, чтобы достигнуть уровня меньше 2,8 в настоящее время накопилось много данных о сравнительном эффекте снижения выраженного и менее выраженного холестерина или протеинов низкой плотности. Вот испытания эти перечислены здесь по номер плюс. Здесь показано, что при так называемом стандартном не очень активном лечении в среднем этих испытаниях был 2,6 уровень достигнут, а при интенсивном при высоких дозах где-то 1,9 это привело к тому вот эта разница между уже целевым 2,6 и снижением дальнейшим где-то до 1,9 приводит к тому, что достомерно снижается естественно коронарная болезнь коронарной смерть инфаркт миокарда уменьшается число событий при добавлении туда госпитализации но нет достоверного влияния на общую смертность так как для этого нужно длительное лечение какое-то однако вот эти данные были получены уже довольно давно в 2006 году а вот только что были обобщены обобщены сведения об эффективности гипонистической терапии лечения статинами людей то оказалось вот суммирование всех что любые смерти уменьшаются и на 10% достоверно но это очень серьезное достижение потому что здесь есть не только люди с доричной профилактикой ну я хочу сказать что большинство наших больных все-таки имеет преклонный возраст большинство из них больше 65 лет а всем часто врачи сомневаются что делать с этими людьми и заслуживают действительно ли так сказать полноценные люди так как я перешел в эту категорию то мне это обидно осознавать но многие считают что пожилых людей лечить уже не надо оказывается что статины в возрасте от 65 до 82 лет существенно влияют на смертность от всех причин это очень важно и что важно еще это то что они влияют ну естественно на коронаврную болезнь то что я пропустил и на вероятность возникновения инсультов надо сказать что речь идет о людях с коронаврной болезнью сердца это вторичная профилактика астатин уменьшает у них вероятность развития инсультов но это относится не только к пожилым людям и вообще в крупных испытаниях если выполнить их метаанализы это было сделано довольно давно оказалось что действительно достоверно где-то на одну пятую уменьшается риск развития инсульта у тех у тех кто по другим показаниям по коронаврной болезни в основном из-за коронаврной болезни получает статин ну вот это эффективная очень активная терапия статинами очевидно требует высоких доз статином возникает проблема безопасности и что конечно безопасность можно оценить в крупных организированных испытаниях однако надо хорошо себе понимать что все-таки это избирательное какое-то население тем не менее вы уже увидели наверное все здесь что речь идет об аламиновой транс аминазе об ее повышении больше трех верхних границ нормы и действительно это повышение бывает при применении высоких доз статинов надо сказать что по другим причинам симпостатин в дозе 80 мг уже не применяется а вот аторвостатин в дозе 80 все-таки должен применяться хотя на практике это нечасто делается и кроме того надо обратить внимание на шкалу на то что это меньше 1,2% то что это бывает тем не менее повышение печеночных трансферментов возможно это надо учитывать за этим надо следить более серьезное осложнение это распад мышц первые начальные стадии можно уловить по повышению уровня креатин киназа а здесь речь идет о серьезных изменениях когда полуактивность этого фермента повышается более чем в 10 раз по сравнению с верхней границей нормы или даже если есть рапдомиолиз опять-таки размерность на шкале вы должны увидеть вот это 0,2% значит вот это где-то меньше чем 0,1% вот причина по которой как я уже сказал симбастатин в дозе 80 мг не применяется возможно это осложнение да возможно оно крайне редко но надо учитывать существует много практических приемов которые позволяют предупредить вовремя заметить опасность прекратить прием препарата или прервать просто надо хорошо себе представлять что экспозиции к статинам подвергнут огромное число людей причем не только в России где в общем никто не учитывает так прямо надо сказать никаких неприятных явлений при применении лекарств но и в странах которых хорошо поставили систему помещения нежелательных явлений при применении лекарств сейчас совершенно ясно что статин безопасное лекарство ну вот основной эквивалент коронарной болезни сердца сахарный диабет много больных сахарным диабетом включалось в испытание статинов среди людей с коронарной болезнью сердца надо сказать что это не специально для диабета и на этом рисунке вы видите что по всем вот этим событиям которые здесь показаны в большом метаанализе совершенно одинаков результат у людей с диабетом без диабета с диабетом без диабета совершенно одинаков результат то есть у больных дальше эффект у больных имеющих диабет есть все расположено справа усики не кончают не касаются единицы это значит что результат достоверный и при довольно низких уровнях холестерина или протеинов низкой плотности это тоже возможно вот тем не менее все-таки это данные из испытаний не на больных с диабетом а на коронарной болезни сердца у которых был диабет есть только одно испытание при диабете это тормостатин в небольшой дозе у больных с диабетом а второго типа и с небольшим повышением холестерина или протеинов низкой плотности вот эта линия здесь показаны уровни либидов вообще-то в испытании вот эта линия 2.6 целевой уровень вы видите с средним во всяком случае все время был уровень не меньше этого целевого и вы видите что у больных с диабетом а вы видели обратили наверное внимание что люди без каких-либо признаков караванной болезни сердца если суммировать большое количество событий высоко достоверное существенное уменьшение если опять-таки большое количество событий любая сердечно-сосудистая точка тоже существенное уменьшение 37-32% но вот достоверного влияния на смерть от всех причин нет но тем не менее явная тенденция к тому чтобы общая смертность уменьшилась причем и у людей пропустим это и что в заключении вот карц единственного испытания у больных с диабетом можно сказать что дебаты о том оправданное применение статинов у всех больных с диабетом второго типа сейчас должны сфокусироваться на вопросе существуют ли среди них такие люди у которых риск достаточно низок чтобы можно было воздержаться от этого лечения ну если потом кто-то спросит меня потом они называют ли сами по себе статины диабет то я вам отвечу в среднем нет давайте это тоже пропустим не так все это важно и хочу сказать что вот серьезного и нового выявилось в последнее время это кого ответ на вопрос кого у кого применять статины все-таки мы привыкли к тому что лекарства этой группы снижают уровни липидов и надо применять у тех у кого уровни липидов повышены но вот огромный мета-анализ который был выполнен совсем недавно опубликован совсем недавно показал вы видите здесь исходные уровни меньше двух миллимоль на литр меньше двух миллимоль на литр и вот если даже у людей которые уже получают статину увеличение дозы статина к чему приводит я выделил эту часть отдельно вы видите что у тех у кого меньше двух миллимоль здесь вот большой деливительный интервал потому что мало событий мало все-таки таких людей в испытаниях но общий результат точно такой же как у всех людей то есть применение при низком исходном у людей с коронарной болезнью сердца во вторичной профилактике дает такое же положительное влияние на клинические конечные точки как и использование при повышенном холестерине ну трудно не похвастаться очередной раз вот довольно давно надо сказать мне посчастливилось угадать и написать что как практически каждой больной коронарной болезнью сердца должен получать гиполепидемическое средство сейчас уже это аксиома сюда можно только добавить не только коронарной болезнью сердца но ее эквивалентом а вот статинов много как бы выбрать среди большого числа из них тот который лучше вот этот очень известный лепедовый один из руководителей рабочих групп создающих рекомендации по которым все мы работаем американским и он сказал если бы мне пришлось принимать статин то я предпочел бы но я не люблю дешевый по отношению к лекарству я бы сказал но он написал дешевый чип по-моему там есть ангеларды там есть английские слова но я бы сказал наименее дорогой но есть оговорка очень существенная если пока он позволяет достигать оживаемой цели следовательно не каждый я не могу сказать что я знаю что такое термокат но аторвастокин сам по себе как раз является средством которое позволяет достичь цели не только в отношении лепидов но и клинической конечно точки благодарю отец отец